Всем привет, мои дорогие зрители, кто со мной на моем канале уже давным-давно. Все знают, некоторые поздравляют меня с тем, что сегодня такой исторический день. И связано с тем, что моя родина, Донбасс, наконец-то стал частью России. И произошло это историческое событие, которого лично я, и думаю, не столько я, сколько граждане, жители Донецка, Луганска ждали 8 лет. Я считаю, что произошла, как бы, свершилась справедливость. Испытываю ли я радость? Ну, наверное, больше я испытываю удовлетворение, потому что это должно было случиться еще 8 лет назад. Когда я буду испытывать радость? Я буду испытывать радость, когда на земле Донбасса наступит мир, порядок, закон. Когда люди смогут спать спокойно. Когда молодежи не придется куда-то уезжать в поисках лучшей жизни. Когда заработает предприятие. Когда люди начнут дышать полной, свободной грудью. И, наконец-то, наступит то, к чему они стремились. Но я понимаю, что впереди еще очень, очень много чего предстоит пережить этим людям. И также нам, всем вместе, гражданам России. И когда мы уезжали из Донбасса, мы уезжали прямо в горячая фаза, такая же, как сейчас, наверное, 14-й год. И наш выбор был, мы ехали в Россию, спасая свои жизни, жизни своих детей. И с надеждой и верой, что все равно все это будет единым целым. И что Россия не оставит в беде Донбасс. В 8 лет, конечно, мы наблюдали перемирие в Минске, договоренности. Я не помню уже, что, может быть, я говорила там. Возможно, какое-то время меня посещало какое-то отчаяние. Я смотрела на то, какая судьба постигла Крым. Как повезло этим людям. И искренне, искренне радовалась за ними. Даже не завидовала, а радовалась. И мне было очень больно и горько за людей, которые остались жить на Донбассе. Я знала, что Россия помогает. Что без России бы они не выжили, не выстояли бы. Но мне хотелось совсем другого того, что произошло сегодня. Вот этого признания. Признание, как вот не младший какой-то брат, что которому ты помогаешь, какой-то непутевый. Не оставляешь в беде. Ну и он тебе неравный. Я счастлива, что Донбасс стал частью России. И вообще люди заслужили этого. Люди не просто хотели, люди кровью и потом заслужили. Даже пройдя через какое-то уже может быть отчаяние, неверие и так далее. Вот такие мои слова. Но как раз в эти минуты все равно омрачают новости, которые приходят Донбасса, Красный Лиман. Я вообще очень тщательно за всем этим слежу. Не знаю, болит душа. И хочется, чтобы... Хочется, не знаю, какого чуда. Не хочется, чтобы люди не зря погибли. Не зря это все произошло. Сегодня вот сейчас с сыном слушали речь Путина. Он говорился в тех же словах, которые мы говорили своим детям, особенно старшему сыну, который переходил в пятый класс, когда мы приехали сюда, в Россию. Почему мы сделали выбор в пользу России? И вот все, что Путин рассказал, что творится в мире, что мы рассказывали все это своим детям еще восемь лет назад. Каждый день, изо дня в день мы все это пересказывали. Почему существует в мире несправедливость? О том, что России всегда придется доказывать свое место, отстаивая свое место под солнцем и право жить. Вот так как жили мы хотя бы. Я вообще, мне спрашивают... Ну и сын спрашивает, мама как... Вспоминает. Он, конечно, как ребенок. Ему, конечно, родина его дорога. Но спрашивает, где лучше? Я говорю, самые счастливые годы я прожила здесь. Вот правда. Я хочу, чтобы такую же жизнь получили все люди в нашей стране, вот те территории, которые присоединились. Конечно, у них была своя жизнь. И каждый человек приспосабливается, ищет что-то хорошее в своей жизни. Невозможно жить, страдать, мучиться. Люди рожали детей, женились, учились, искали работу, строились, отдыхали. Все так же. Ну и так же они рисковали своими жизнями. Такое шаткое было будущее. Сейчас у нас такое же, как бы вот... Как тревожное состояние. Очень много людей уже мобилизированы. Еще не, скажем так, не почувствовали этого пороха. Хочется, чтобы... Хочется, чтобы какие-то были... Чтобы были у нас за эти вот СВО, за эти уже сколько месяцев прошло, были потери, поражения, разрушения, трагедии, драмы. Иногда кажется, что... Моменты отчаяния, да, когда мы чего-то не понимаем, что происходит, почему именно так нам кажется, что... Ну вот долбаниты куда-то. И вот, чтобы было какое-то чудо совершилось, и чтобы вот война закончилась. Если честно, не вскипает у меня вот эта ярость благородная по отношению к жителям Украины, не могу. Нет, я грешна. У меня не ярость благородная вскипает. Я не хочу, знаете, каких-то жертв для мирного населения. Не хочу. Хочу, чтобы опомнились те, кто воюет, как-то остановились. Хочу, чтобы вот эти, кто спонсирует войну на Украине, чтобы... Я не знаю, что с ними случилось. Вот этим людям не хочется пожелать самого плохого, потому что они развязали войну между народом, одним народом. Жителям Украины не хочу ничего пожелать плохого. Но иногда у меня появляется вот это... Даже не злорадство, как это сказать. Ухмылка, может быть, какая-то. Ухмылка вот для тех, кто злорадствовал. Кто злорадствовал. Кто насмехался. Кто не понимал, почему же Россия напала на Украину. За что же нас? Кто не понимал? Для тех, у кого... Донбасс был, для тех, кто обзывался донбассянами говорил, бомбасами какими-то. Вот, в сторону этих людей у меня есть вот это вот чувство даже не ненависти, а брезгливости какой-то. Не знаю, что может этих людей исправить. Я не могу желать им плохого ничего. Я только хочу пожелать им, чтобы Бог послал им... Знаете, когда Бог хочет наказать, Он посылает людям, чтобы они сходили с ума. А я хочу, чтобы Он послал им какого-то прозрения. Чтобы эти люди поняли, что насколько Россия добрая страна, руководство страны доброе, что оно даже жертвуя своими какими-то... Уже сколько раз обстреливали российскую территорию. Сколько жертв... Вот сейчас на Донбассе, до сих пор, Донецке, там, вокруг, в городах нет воды. Сколько людей погибло. Сколько людей погибло вот здесь... Просто мирных. Это ужас. Это то, что было в 2014-2015 год. И они... Они же, ладно, там, воюют с войсками, но они же долбят, долбят мирное население. И я не знаю, у кого на стороне Украины может язык повернуться, что непонятно, из-за чего... Из-за чего Россия, как они говорят, напала на них и стала бомбить всю территорию Украины. Россия просто давала вам шанс. Просто давала шанс опомниться. Быстро опомниться. Это вот такое было... Не то, что захватить, а просто, чтобы... Я не скажу, что блеф, но это был шанс. И мне кажется, его нужно было использовать, чтобы тогда убежали, перепугались. Может, что-то случилось, и все бы уже жили мирно и дружно. Но так как один народ... А этому народу, половине народа внушили, что Россия агрессор. Да, агрессор. Агрессор, который поставляет газ, аммиак, договаривается. Такой добрый агрессор. Да, нам еще много чего предстоит. Всем желаю, чтобы мы все это прошли, все эти испытания. Приняли их. Наверное, приняли всей душой, что мы должны через это пройти. Потому что другого выбора нет. Ну, все, я думаю, на этом закончить свое видео. Всем спасибо, кто следит за моей жизнью, кто неравнодушен. Будем как-то объединяться, наверное. Нужно объединяться. Как-то помогать продолжать дальше. Освобожденным территориям, своим солдатам, которые ушли воевать. Кто чем может. Кто какими-то теплыми вещами, лекарствами. Кто-то письмом, каким-то добрым словом. Давайте каждый будем делать какие-то добрые дела. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok